Приветствую вас. Ну, вы выработали определенный способ решений сложных для себя ситуаций. Вы выработали определенный способ разрешения для себя таких вот стрессовых, можно сказать, моментов. Вот, в виде вот, собственно говоря, таких вот навязчивых каких-то мыслей, да, вот, которые у вас имеют место быть. И, если честно, я думаю, что поскольку формировалось вот то, что вы описываете, не один день и даже, наверное, не один год, вот, то и работать с этим, ну, мне представляется так, что нужно последовательно и постепенно. Вот. Во-первых, во-первых, если мы говорим о том, что вы описываете, прям вот буквально, да, то, да, можно говорить о навязчивых мыслях, безусловно. То есть, вот, то, что вы описываете, это навязчивые мысли, к сожалению. Но навязчивые мысли, они всегда имеют свою природу, они всегда имеют свою причину, они всегда имеют свои основания. И если у вас возникли подобные навязчивые мысли, значит, ну, для чего-то вам это нужно, зачем-то. Для чего-то, зачем-то, почему-то вам это нужно. То есть, эм, чего-то вы хотите. Вот. Эм, по какой-то причине вас напрягает, как вы говорите, бабка. То есть, ну, вот, ну, вот почему-то вас напрягает бабка. Вот почему-то внезапно вас напрягает бабка. Эм, связано это, на мой взгляд, ну, скорее, с тем, что вы в себе как-то не уверены. То есть, вы изначально боитесь, там называете магазин, а быдло магазином, да. То есть, какие-то такие вот, ну, скажем, скажем, предрассудки, да, стереотипы у вас имеются. И чего-то вы боитесь, чего-то вы боитесь, чего-то вы опасаетесь, здесь у вас какой-то, какой-то вот страх. И этот страх, его, конечно, желательно бы разобрать более подробно, потому что живете вот с ним, я так понимаю, уже далеко не первый, как я уже сказал, год, да. Вот, здесь может быть и агрессия скрытая, это чувствуется, чувствуется на самом деле, чувствуется у вас агрессия. Именно агрессия. Вот. То есть, агрессивность, это вот, как раз таки, невозможность защитить свои личные границы, например. Вот вы, ну, вы, 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 вы боитесь, что не получится у вас их защитить, к примеру, свои личные границы, по какой-то причине. Вот. Это вот, собственно, то, на что нужно обратить в первую очередь внимание. То есть, навязчивые мысли, это ощущение себя в безопасности, с одной стороны, и с другой стороны, это некоторые определенные желания, определенные потребности, определенные поступки. Или, как говорится в, например, гестальт-терапии, да, незавершенность. То есть, у вас имеет место быть определенная незавершенность. И именно ее, эту самую незавершенность, и нужно завершить. Как, как бы, иными словами, завершить гестальт. Это, это то, что вам нужно, нужно. По факту. Вот. Непонятно, есть у вас УКР или нет, да, то есть, вот вы говорите, что УКР, ну, откуда вы взяли, к примеру, что у вас УКР, да, ну, тут как бы не совсем понятно, откуда вы взяли, именно. То есть, если у вас есть диагноз, ну, это один момент, если диагноза нет, но вы, как бы, сами это решили, да, совсем, совсем другая история. И смотреть здесь нужно, значит, уже на то, откуда вы это взяли. Вот. Короче говоря, короче говоря, пока что больше непонятного, чем понятного, на самом деле. Вот. Дальше, дальше. Понимаете, какая то... Вы видите для себя угрозу в бабке. Почему-то. И это ключевой момент. То есть, навязчивые мысли, это уже следствие. Это не первая причина, а первая причина в том, что это вызывает у вас беспокойство. То есть, вы видите в этом, как я уже сказал, да, угрозу. Угрозу для себя. Вот. И, соответственно, соответственно, ну, нужно посмотреть, как, в чем и почему вы видите в этом угрозу для себя. Конкретно. Вот. Давайте попробуем обратить на это внимание, да, попробуем рассмотреть ситуацию. Значит. Значит. Стала в очередь и в очередь из двух человек. Вот. Вы пишите, подваливает бабка, лет 50-50, тележка. Первая мысль, надо убегать. Бабки обычно надолбануты. Тот-тот. А тем более, такие с видом. А-а-а. Вот. То есть, вот вы пишите, что он не успел сказать, как уже стало истоять. Согнал. Ничего хорошего ждать не стоит. Глопадать не до 5. Становится нарушаемая личная граница. Вот. Знаете, вы по какой-то причине болезненно реагируете на нарушение этих самых личных границ. То есть, как бы речь идет о физических, я так понимаю, границах. Речь идет о том, что человек нарушил физические границы, но вы психологически, психологически начали испытывать девчампло. То есть, личные границы для вас, это что-то такое, видимо, проблематичное, это такое что-то, видимо, ну, довольно важное. Вот. Личные границы это, ну, для вас это что-то такое болезненное. И вот с этим нужно разбираться. Ну, увидели вы, что подбегает бабка к вам, да. Ну, увидели, что она подходит. Ну, и с тех пор, она вам ничего не сказала. Она вам ничего не сказала, она не сказала вам, что, типа там, к примеру, да, подвинься там или что-то еще она не сказала. Вот. Но вы-то, вы-то почему-то сами для себя это уже, как бы, ожидали. То есть, вы уже проиграли в своем воображении травмирующую ситуацию. Травмирующую, но в чем ее травматичность? В разрушении связи между определенными элементами. Вот. Скорее всего, ваша неуверенность в себе. И вот, собственно, у меня к вам и вопрос. Да, у меня к вам вопрос. А по какой, соответственно, причине вы в себе вот не уверены, да. То есть, почему вы в себе не уверены? Вот это очень важно. То есть, делай ведь не бабка. Понимаете? Делай ведь не бабка. Вы видите то, что диктует вам ваше подсознание. Вы видите то, что диктует вам ваша, ну, ваш страх. На самом деле бабка, она не такая очень страшная. Страшная, да. Она наглая, может быть, да. Она, может быть, нарушила личные границы. Но страшным она ничего, ничего не сделала. Вот. Я ее сейчас не защищаю, вы не подумайте. Просто указываю вам на то, что по факту, что по факту происходит. Сейчас. На данный момент. Дальше. Эм. Так. Эм. Значит. Потом она уже стояла. Нормально, но напряглая эта ситуация. И, как обычно, в голове прокручиваешь и прокручиваешь, но сложно все вспомнить. Вот прокручиваете вы, прокручиваете вы, а я так понимаю, свои собственные прокручиваете вы, ну, переживания, воспоминания, эмоции и мысли. Вот. Знаешь, какая история. То есть прокручиваете вы то, что задело вас. Еще раз. Бабка здесь, ни при чем. Еще раз. А, как бы, здесь ни при чем, а то, что она делала. Понимаете? Вот. Здесь, абсолютно, ни при чем, а то, как она себя вела. Здесь, а, первостепенное значение имеет то, что, как вы на это отреагировали. Вас это, вас это вызвало бурю страха, эмоций и так далее. И, вот, почему это произошло. Почему это произошло? Почему с вами это произошло? Почему вы это так восприняли? Вот это, на мой взгляд, и нужно, собственно говоря, вам выяснять. Ну, понимаете? Опять же, непонятно, работали ли вы ранее с психологом или нет, откуда знаете про ОКР и так далее. Так, дальше. Хоть я понимаю, помню, что ничего страшного не произошло, что бабка ниже меня где-то на голову, плюс я в очках, поэтому границы на улице, тем более глаза априори не могли быть нарушены. А что в этом страшно? То есть, вот опять, для вас здесь как будто идет уязвимость, то есть, вы здесь чувствуете себя уязвимым, что вот границы глаз, там, лица будут у вас нарушены. Простите, а что в этом страшно, страшно? Понимаете ли вы, что эти границы, они, по сути, находятся у вас в, ну, воображении, что границы лица находятся у вас только лишь в сознании, как и глаза, ну, границы глаз. Понимаете, какая история? Вот. И на мой взгляд, на мой взгляд, ну, вам нужно, вам нужно, как бы, отделить то, что реально, да, отделить то, что реально. И то, что, как бы, происходит только лишь у вас, эм, сознательно. Вот. Ибо, ну, ну, вещи это разные, вот. Пока что, на данный момент вы выдаёте, значит, то, что вам скажется за реальность. Понимаете? Как кажется. Вот. А это, в общем и целом, эм, ну, достаточно негативно скажется на вас. Дальше. Эм, так. Это ведь тоже что-то из ОК. Типа ты знаешь, что ты знаешь. Но ты, например, закрыл дверь, всё равно закрадывает сомнения. А если не закрыли, надо перепроверить, и потом ещё раз перепроверить. А вот здесь, здесь, вы говорите о, э, об определённых предписаниях. То есть, вы говорите здесь о несвободе, вы говорите здесь о том, что вас, как будто бы нечто, некто заставляет снова и снова прокручивать, э, ну, волши мысли. Ну, ну, вот эти вот мысли прокручиваю. Э, снова и снова заставляет вас это делать. И, опять же, а кто заставляет? Вот вы говорите, что надо, э, значит, там, всё перепроверить. Надо всё, о, пере, ну, пропустить через, э, через себя. Себя. Но, опять же, простите. Кому надо? Я серьёзно, да, я не шучу сейчас. Э, э, кому надо? Кому надо это сделать? Точно не вам, потому что вам от этого лишь только, э, ну, как бы, вам от этого лишь только негатив. Понимаете? Вот. Точно не вам, потому что вы от этого испытываете только лишь, э, деструктив. Э, э, значит, если не вам, то кому, кому тогда нужно, нужно, чтобы вы прокручивали эти мысли в себе? Кому нет ваших родителей? Поэтому навязчивые мысли, равно как и, э, вот, заболевание ОКР, о котором вы говорите, это неконтролируемый поток, э, э, значит, мыслей, э, ваших, ваших внутренних родителей. Это, это ваши внутренние родители. Это, вот, те самые предписания, которые, э, которые вы прокручиваете у себя в голове, и которые вы не осознаёте, и которые вы не понимаете, от кого исходят, и, э, с этими, э, значит, фигурами, с этими фигурами вы не можете вместе взаимодействовать. Ну, то есть, у вас нет с ними взаимодействия, вы не умеете, не умеете им, э, ну, говорить, например, нет, к примеру, и так далее, да, вот. То есть, вот на таком уровне игру, игру в защиту личных границ вы проигрываете. На таком уровне. А в реальном мире вы, э, значит, пытаетесь, э, соответственно, ну, компенсировать, э, то, что у вас они постоянно нарушаются внутренними родителями. В реальном мире вы это компенсируете тем, что, э, э, демонизируете бабок, там, прочих, и прочих людей. Вот. С одной стороны, навязчивые мысли, это незавершённые желания ваши, с одной стороны. С другой стороны, навязчивые мысли, это, э, 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 ничто иное, как, э, э, значит, мысли ваших родителей. Вот. Которые вы, которые вы не контролируете. То есть, эти мысли твоих родителей вы не контролируете. И именно из-за этого, именно по этой причине, именно по этой причине, э, у вас, э, имеют место быть те проблемы, которые вы описываете. Вот. Э, э, значит, при работе с психологом, при работе с психологом, э, можно, научиться, э, их, э, ими управлять. То есть, полностью вы от них не избавитесь. Потому что мысли эти продиктованы, ну, в общем-то, здравыми, э, э, желаниями и здравыми, здравыми потребностями. Такими, например, как стремление к защите, э, ну, защите, э, э, себя. Защите, э, к примеру, своих, э, тех же самых личных границ, да. Но как? О какой защите здесь идёт речь? Ведь, на мой взгляд, речь, речь о реальных, э, личных границах, как бы, речи о реальных личных, личных границах не идёт. В некотором смысле речь идёт о вымысленных, вымысленных личных границах. Ну, и, как я уже сказал, вы переносите, э, э, как бы, акцент, да. А вы переносите акцент, э, борьбы, да, э, значит, с, э, родителей, с родительской позиции, на реальный мир и реальных людей, которые к вашей внутренней борьбе никакого отношения не имеют. И, в этом смысле, э, весьма, э, полезно, э, вам, было бы, э, изучить э, э, транзактный анализ. Вот, и, значит, с помощью него, с помощью его транзактным анализом, э, э, значит, можно было бы, вам, наконец, э, свои мысли контролировать. Вот, и, вы, э, э, не испытывали бы, такого, э, потрясения и стресса каждый раз, когда чувствовали, чувствовали, э, то, что происходит. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего доброго и удачи.